Я поставлю. Ильич идет у нас? Студия Дугинска, Урехина. Оба живые. Добрый день, добрый вечер, дорогие ленинградцы. Вкратце два слова о себе. Я русский, мне 33 года. Я родился в простой семье. Отец военный, мать врач. С юности занимался в основном вопросами религии, философии, политологии. Выучил 9 языков и написал достаточно много книг. Часть из них принес с собой, чтобы показать. Они изданы в других странах, в Италии, во Франции, Германии. Я издатель журналов, журнала «Элементы» и «Милый ангел». Я один из основателей газеты «День», которую с Александром Прохановым мы планировали еще в 90-м году. По своим убеждениям, я патриот. Я с 87-го года принадлежу патриотической оппозиции и фактически прошел с ней все ее испытания. Начиная с самых таких небольших первых патриотических организаций и кончая вот уже самыми магистральными событиями в Москве в 93-м году. В 91-м году я встал на сторону ГКЧП, считая, что сохранение Великого Союза гораздо выше других мелких частных проблем. Хотя на самом-то деле тогда я еще относился с дистанцией коммунистической идеологии. И постепенно я понял, посетив Запад, посмотрев на наши реформы, понял, что ситуация на самом-то деле сейчас идет не столько даже об идеологии, сколько о судьбе духа. И есть две идеологии – капитализм и социализм. И надо выбирать только между ними двумя. Я выбрал социализм, примкнул к патриотической оппозиции к левой окончательно, встал на сторону коммунистов. В 93-м году я участвовал в октябрьских событиях на стороне Белого дома. И то, что показывает в Останкино, события в Останкино, которые показывает Говорухин в своем предуборном клипе, вот там просто я участвовал в этом аду. И, естественно, понятно, мое отношение к нынешнему режиму. Я его радикальный противник. Я считаю, что это никакая не демократия, что это диктатура на самом-то деле. И считаю себя членом оппозиции, которая предполагает борьбу с этой диктатурой на самом-то деле. Ситуация очень серьезная, и от нынешних выборов будет зависеть очень многое. Кто победит – сила ли добра, сила ли русской истории, сила ли правды, социализма, чести, либо сила зла. Моя программа «Привыборная» основывается на трех основных позициях. В экономике я сторонник социализма и материального равенства. Я считаю, что иерархия, основанная на материальном различии, является противоестественной на самом-то деле. Что человек должен, как бы сказать, свое место в обществе высшее или низшее искать согласно своим духовным, внутренним качествам, а не на основании денег. Поэтому я сторонник, радикальный сторонник социализма в экономике. В политике я сторонник сильного великого государства, империи, которая действительно имеет свою собственную судьбу, национальные идеи. А с точки зрения культуры, я считаю, что вот в этом мое принципиальное отличие от других патриотических организаций, я считаю, что национальной идеей социализм в экономике не должно предполагать тоталитаризма или каких-то устоявшихся форм. Я сторонник свободы, предельной свободы в области творчества, в области идей. Мой предвыборный лозунг «Тайное станет явным». Тайное станет явным. Это абсолютно. Тайное станет явным. Будет курёжь. Тайное станет явным. Кому другу Сергею Курёхину, который участвует со мной в этой политической кампании. Добрый вечер, дорогие избиратели. Мне трудно что-либо добавить, Александр Сергеевич так очень рельефно обрисовался. Я уже полчаса в студии, я прослушал так много оригинальных мыслей от советов домашним хозяйкам до советов, как управлять государством. Поэтому очень трудно сказать что-нибудь такое новое, что-нибудь существенное. Единственное, я могу сказать о себе немного в двух словах. О том, что в последнее время ко мне очень много приезжает всевозможных корреспондентов западных, которые потрясены тем, что я начал заниматься политикой, и как бы искусство и музыка отошла на второй план. Я могу просто определить, что это очень просто. Я решил попробовать взглянуть на нашу демократию изнутри. И то, что называется у нас демократия, как уже говорили неоднократно, это в принципе не демократия, а какое-то совершенно новое образование, которое в принципе к реальной демократии не имеет никакого отношения. По моему горячему убеждению, демократия – это соучастие народа в своей собственной судьбе. И когда народ не имеет никакого отношения к тому, что происходит у нас в государстве, когда народ попран и когда его права попраны, это все, конечно, очень дико, все это чудовищно. И вы знаете, я недавно вел по 11 каналу прямой эфир с Геннадием Дюгановым, с лидером коммунистов. И мы говорили с ним на массу тем, обсуждали. И я понял о том, что я в принципе всегда был не прямым антисоветчиком, но всегда скептически относился к советской власти, к Советскому Союзу, к советскому строю до перестройки. И сейчас, когда говорил Дюганов, я понял, что я согласен с ним в таком количестве вопросов и в таких оценках, которые он давал. Единственное, что как бы мне казалось, что немножко отличает мою позицию от позиции Дюганова, это вопрос кадров, потому что я считаю, что в политику сейчас должны прийти совершенно новые люди, должны взбраться в Думу совершенно новые люди, люди, которые понимают, зачем они туда пришли, что они делают. Сейчас, помимо того, что осознаешь какие-то четкие политические вещи, нужно еще понимать глубинные основы того, что случилось. Я думаю, что это в чем, почему я поддерживаю Дугина, человек, который крупнейший теоретик, один из тех людей, которые осознали, что такое наше государство, какая его историческая сущность, в чем его смысл, как оно развивается и как должно развиваться. Но и человек, который понимает глубинные основы происшедшего чудовищного кризиса. И поэтому я поддерживаю Дугина. Еще я хочу обратиться к молодежи, сказать еще немножко по поводу молодежи. Дорогие, дорогие ребята, 17 числа надо обязательно прийти на выборы. Я понимаю, что в этом я не оригинален, но прийти надо обязательно. Не придете, всех поубиваю. Спасибо большое. Тайное станет явным. Тайное станет явным. Умолчу, но на самом-то деле, во-первых, тайное станет явным. Что я имею в виду, это я имею в виду, что мы живем в обществе тотальной лжи, на самом-то деле. Нас обманывают на каждом шагу. Нам говорят, что у нас нет врагов в мире, хотя на самом-то деле Соединенные Штаты Америки в своей военной доктрине утверждают, что потенциальным противником США остается Россия, на самом-то деле. Нам говорят, что мы строим непонятно какое общество, хотя строим мы, на самом-то деле, чистый капитализм со всеми его прелестями и чудовищными сторонами, на самом-то деле. И если бы эти люди говорили, что мы хотим уничтожить великое государство открыто, если бы они говорили, что мы хотим построить дичайший капитализм на месте бывшей, может быть, не очень совершенной, но все-таки системы социальной защиты, я думаю, что народ бы просто отвернулся бы с ужасом и отвращением от реформаторов. На самом-то деле именно благодаря обману, именно благодаря подлости тех людей, которые участвуют в развале нашего великого государства, и удается им совершить эти чудовищные и во многом необратимые процессы. Вот это тайное должно стать явным на самом-то деле. Я призываю всех голосовать за оппозицию, патриотическую оппозицию, и ближе всего, с моей точки зрения, хотя я независимый кандидат, я зависим от интересов моего народа. Всех, особенно мне близки, коммунисты, позиция Юганова, и хотя не Принжакова Блока, я призываю голосовать за них. Запускать. Тайное? Тайное станет явным. Пароль такой. Тайное. Явное. Думки. Гурёй. Тайное. Тайное. Явное. Тайное. Субтитры создавал DimaTorzok